приветствую дорогие друзья с вами александр святов на столе у меня лежит ли реплика ножа под названием anox на котором мы меняли клиночек реплика от компании мануфактуры мастерской дикие кабаны и вот именно эту реплику я не рекомендую покупать для замены клинка вот вот вообще не знаю может быть они там поисправляют и которые были на ней просто мы сереже ну грубо говоря были в ужасе того что получили самом деле ничего критичного когда на ней стоял родной клинок такого плана но когда начали менять его оказалось что это просто какая-то задница я постараюсь показать что и к чему конечно без штангенреисмоса тяжело будет сделать но я я продемонстрирую наглядно смете какой интересный нюанс клиночек и вот мой мизинец а вот я показываю на мизинцы у меня никаких никаких черточек да что что ты фокус ну давай так а вот видно да вот ноготь никаких черточек нет сейчас я продемонстрирую поиграю ногтем в штангенреисмос вот я его упер и смотрю что делаю провожу несколько раз черточку теперь переворачиваю клинок и не меняя позиции то же самое делаю раз два три так а теперь смотрите у у меня две параллельные прямые здесь ну давайте там таешкин а вот они видите разница в них ну где-то пару десятка может больше к сожалению тоже сейчас померить тяжело вот и из этой мелочи выплыло столько бед столько бяки мы себе просто представить не можете так ругались оно то впрочем то и не видно то есть вскрытие покажет но вот так честно плевались очень сильно потому что мало того что попали на два клинка приняли решение что без вскрытия до без замеров и всего остального больше наверное не будем принимать на замену клинков ножей которые с которыми раньше не работали то есть вот так вот смотришь ну вроде все хорошо ну да вот чуть-чуть тут не доиграли со спусками а когда берешь дальше такое впечатление что клин весь кривой и китайцы зная об этом сумели выставить его четко и ровно по центру в реплике то есть подшипниками и так далее это долгострой у нас остался еще один нож на замену тоже очень долгие 95 он уже готов готовы тукан и готова ласточка с клиночком м3 с м390 с 60 вы уж простите за задержку ну по-другому были но никак не получается это выделить человеку в анапу если ты мне смотришь тебе привет дружи ни в коем разе не без претензий просто ну рассказываю дабы дабы все было открыто и прозрачно можно думали поставить туда шайбы бронзовые но как не точили из брбт ничего не вышло вот из этого ахатства плюс немного кривоваты сами лайнеры плюс сабфрейм крепится но на какие-то совсем жиденькие винтики и они тут ходят вот этот это на самом деле получилось все довольно неплохо есть один буквально нюанс клинок у центру но это нигде ничего не трет плавность входа здесь бомбезная нож заточен прекрасно сведен в 030506 режется дурной бреет я его тоже очень хорошо вытащил видно вот то есть по поводу этого я ну и и тут краснеть за работу не придется но блин как же нас просто вывела из строя вот эта ситуация честно не ожидали первый раз таким сталкиваемся короче будьте внимательны может быть green thorn сделает нормальную реплику да я не уверен тут еще в чем трудность клиночек то он из цельного куска алюминия выфрезерован понимаете ой клиночек рукоять и здесь тоже понимаете вот эти нюансы вы попал плывали было бы по может получилось как-то сыграть но в общем пока что только так вообще нож сам по себе очень интересный мне нравится подобного рода строй клиночка вот шайбы поставили в терапласт сделали дополнительно еще много много шайб можно поставить оригинальный клинок там даже проставочки вот были из какого-то металла это все пойдет туда же в вашу сторону долл здесь ну я не знаю наверное не нужен мы сделали просто вот видя как голомень и сначала договаривались на сатин потом человек перепросил можно сделать black wash мы сказали ну да можно и дабы вот было лучше видно что здесь присутствует но действительно очень такая интересная красивая голомень еще сделали небольшой такой ручной сатин открывается кстати без проблем на что лево что правой рукой одним движением раз но фрейм гуляет то есть меня это удручает да тоже с разборкой столько нюансов благо лёша выслал нам он такую биту сейчас все потому что не пида поцелу отвертка получилась судя по всему чек с руками приятно что приехала такая вот оголублю что нам не пришлось ничего точить потому что он тоже иди знай страмики инструмент переводить ради одного ножа тоже смысла не вижу здесь можно уже и поджать и поработать вот поэтому если кто-то надумает менять клиночек на таком ребят послушайте это видео с чем можешь столкнуться по крайней мере имейте в виду то есть она не критично да абсолютно при желании это более-менее там созревшим мозоли на сраке можно сделать все но стоит левчинка выделки с реально мы попали просто на ленты на два клинка и и и и не знаю почему так зачем ну господи то есть если 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 она стоит вот в таком виде да то есть в оригинальном клинке который там то то никаких проблем абсолютно ну так это просто жесть я сейчас покажу попытаюсь по крайней мере вам показать как мы сделали насечку а вот какая красота смотрите одна из самых четких наверное свечи которые мы делали это не все четкие просто здесь в очень ее много ты она такая конкретная то есть нож для поюза очень даже хороший лист образный клинок как мне нравится то есть чем-то до критер напоминает классная геометрия тонко сведем уже хорошая сталь тут м очка зашибись то что нужно поэтому со самой конструкции ну марфиона здесь конечно умничка то есть если он когда-нибудь мне смотреть то пусть меня извинится ну так вот переработали его реплику ой что вообще взялись за работа но это не наша вина человек попросил а куда дай дай шляпу вот надо протереть это залапал все поэтому то не не думаю от энтони страйки мы не будем получать здесь никаких логотипов нет да хотя ситуация конечно такая себя двуякая но в принципе я ничего плохого здесь не вижу если кто-то захочет поменять клинок на ножи наших работ я только поаплодирую ему даже посоветует как лучше сделать поэтому а если реплики начнут пилить ну я тоже стройки кидать не буду вот честное слово ребят не я не серёжа когда я говорю я это значит мы когда я говорю мы это значит я то есть абсолютно без вопросов нож поедет в разобранном виде это все добро я надеюсь она все доедет в целости и кстати а я покажу бум бумажкой не резал помогу да извините немножко затюкан и затюкан и классный вес мне нравится то есть за за работу не стыдно на что вот время 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 тут уж у меня простите здесь мой косяк ребят если кто-то устал ждать пожалуйста свистните я сразу верну денежку просто но не было недопонимания с моей с вашей стороны я я все понимаю по поводу баланса кстати да нет тоже немножко сбив чего так все быстро вот я только закончил его точить вот он баланс нет ну действительно нож нож классный нравится то что в отличие допустим от остальных ножей все получилось очень гармонично вот именно в этом ноже тони класс меня поправили что на прошлом видео я сказал что вот этот я увидел морфионы да потому что мне постоянно крутился перед глазами именно этот нос это реплика вообще конечно это изобретение мастера который создал все время бодегу тут брак этому так с вами был александр святов работа сергея гордичука и в какой-то долю моя вот такая вот реплика на аннекс от тони морфиона исполнение китайском конечно же он был на подшипниках вот с таким клинком я понятия не имею что там стояла на нем клиночек с таким вот казусом я уже показывал да вот этот ноготь и две рисочки давай же ты макро эй в общем надеюсь вы помните да что я показывал вначале короче надеюсь было интересно спасибо за ожидание друзья если какие-то вопросы по поводу заказов и остального пожалуйста в личку мобильный контакт facebook что угодно пишите я я всегда на связи до свидания друзья пока пока